Где-то в районе полудня над Васильевским лесом начали подниматься клубы сизого дыма. Спутать это явление с чем-то другим никак нельзя. Это начинался лесной пожар. В Ялтинском горнолесном природном заповеднике выше поселка Васильевка опять произошло возгорание. Буквально недавно, я не знаю, больше недели назад, но не так давно, горелый Огров. И вот опять уже второй пожар. В настоящее время принимаются меры по его ликвидации. Работают бойцы МЧС и работники заповедника, но горит очень долго. Вот мы смотрим, горит и горит и горит. Территория высокогорная, то есть подобраться туда, к этому склону, очень тяжело. Нужен был обязательно, нужен был вертолет. И практически из любой точки города было видно, что над Васильевкой поднимается густой столб дыма. И благо, что из-за безветренной погоды огонь не разносит на жилые кварталы Ялты. И дым не разносит. То есть ущелье Учкош было затянуто, то есть сильно затянуто дымом. Можно себе представить, как там бедные животные, там дышать нечем абсолютно. Но благо, что не было ветра и этот дым не разнесло на Ялту, потому что в Ялте было бы то же самое. И, конечно, отсутствие ветра упрощает локализацию тушения лесного пожара. Для усиления в район ЧП выдвинулись не только оперативные группы МЧС, но также и задействовали авиацию. Над городом летал вертолет, который черпал воду из моря, что очень упрощало ситуацию тушения, поскольку силами транспортных средств туда добраться на этот слон реально просто невозможно, потому что это высокогорный район и большой наклон скал. И из-за сушливой погоды пожар, конечно, загорелась лесная подстилка. Из-за этого пожар усиливается и усиливается. Он начал подниматься вверх по хребту. И вот где-то по состоянию, где-то на полтретьего дня, вертолет Ми-8 МЧС-овский осуществлял сбросы воды. И на тот момент площадь пожара составляла около 3000 метров квадратных.